Значит, сегодня у нас такое занятие с вами будет переходное. Значит, мы с вами закончим разговор про комплексные числа на том уровне, на котором он нам нужен. Закончим мы этот разговор, вы закончите, до 11 класса. В 11 классе снова заговорите об этом, но уже несколько по-другому. Значит, и после комплексных чисел мы будем с вами говорить о графиках функций различных. Скажите, пожалуйста, вот так, чтобы не ориентироваться на сегодня и на будущие дни, знаете ли вы, что такое там график линейной функции, или что такое линейная функция в принципе? Вроде да. Хорошо, значит, это мы трогать подробно не будем. Что касается графика квадратичной функции, то бишь параболы. Параболу знаем? Нет. Ну вот тогда параболой займемся, поскольку это вот как раз наша с вами история, наша с вами тема. Ну, повторим линейную функцию и двинемся к параболям. Хорошо, значит, тема там первой нашей половины все еще комплексные числа, а дальше как успеем. Комплексные числа. Значит, опять краткий экскурс, о чем речь. Мы с вами ввели новое число, которое называли мнимая единица, которое равно корню, арифметическому корню из минус единицы. Да? Просто ввели, просто назвали. То есть это определение равносильно тому, что и в квадрате равно минус единица. Дальше мы рассмотрели с вами комплексное, так называемое комплексное число z. Такое, что оно равно, его можно представить в виде суммы а плюс и b, где а и b рациональны. Тогда число a – это действительная часть z. Число b – это мнимая часть z. И кроме того, мы с вами, во-первых, это порисовали на декартовой системе, немножко как-то в темах сложения векторов немножко туда ушли. Но в любом случае мы комплексные числа научились отображать на декартовой плоскости, не на числовой оси, как это было со всеми числами нормальными, человеческими, а на плоскости, потому что на оси, где вы найдете корень из минус единицы. А так мы по вертикали с вами отображали мнимую часть, то есть рациональное число b, по горизонтали мы отображали действительную часть a, и вообще все у нас было хорошо. Значит, ну, да, и последнее, что мы рассматривали, что существует такое число z со звездочкой, которое равно a минус i на b. Как оно называется, кто помнит? Лес рук. Как называется число z со звездочкой? Ничего подобного. Оно комплексно. Во, комплексно-сопряженное. Правильно, правильно. Почему оно так называется, это вопрос другой, но важное свойство, что если вы умножите z на z со звездочкой, вы получите вещественное число квадрат действительной части плюс квадрат мнимый. То есть a квадрат плюс b квадрат. Да, по сути, длину отрезка, да, какого-то. Это так z на z со звездой, так и называют еще модуль z в квадрате. Типа длина отрезка на вот этой самой плоскости, которую мы с вами в прошлый раз рисовали. Но сегодня не об этом. Сегодня мы опять вернемся от геометрии и алгебры комплексных чисел. Мы вернемся к все-таки математике, к уравнениям. Вот, и, в общем-то, для начала, ну, чтобы уж эта тема прям закрепилась, и в 11 классе ваш учитель по математике сказал, ой, спасибо Евгению Александровичу за то, что он это рассказал заранее. Значит, мы давайте все-таки еще немножечко потренируемся. Потренироваться я хочу, чтобы вы вот на каких числах потренировались. 3 минус 5i на 4 минус 6i. Какие-то примеры уже могут, может быть, были, да. Значит, 7 минус 2i минус 4 минус 3i. А дальше начинается веселье. Единица плюс i делить на единица минус i. И, наконец, 40 плюс i делить на 3 минус i. Вот такие 4 примерчика. Я хочу, чтобы вы на них посмотрели. Первые два вы хорошо знаете, как решать. А вот с делением надо будет, ну вот, что-то сделать интересное. Потому что как делить на комплексное число, мы с вами не знаем. Ну, соответственно, надо будет придумать, а как сделать так, чтобы в знаменателе комплексного числа не было. Ну вот давайте я вам пару минут дам. Вы мне попишите какие-нибудь, может быть, даже ответы. А потом все вместе разберемся. Спасибо. 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 ! Спасибо. Спасибо. Товарищи, вы поняли задание, да? Мне нужен ответ на вот 4 примера, которые я написал. Ну, на первые два можете дать быстро ответ. Так, это на какой? Это на первый? Ну так, а упростить? Вот на первый ответ надо бы упростить. Вот тот ответ, который 12 минус 18 и минус 20 и минус 30 и квадрат, там, во-первых, плюс 30 и квадрат. А во-вторых, ну, вы знаете, что такое и квадрат. Упрощайте. Ну вот, 12 минус 38 и плюс 30 тоже хорошо, но надо тоже как бы упростить. Ну, кто влез, кто под рова, все знаки попутали. Хорошо. 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 Так, ладно, давайте на первые два разберемся. Значит, пример номер раз. Вот. Так-то лучше. Значит, домножаем каждое на каждое. Помним, да? Как учили нас в 5 лет или в 6. Во сколько там учили умножать комплексные числа. 3 на 4 – 12, минус 5 и на 4 – минус 20 и, минус 6 и на 3 – минус 18 и, минус 5 и на минус 6 и. Так и запишу. Плюс минус 5 на минус 6 и еще на и квадрат. Все должно быть вот так. Минус 20, минус 18 – это минус 38 и, а здесь, смотри, 12, вот это 30 и квадрат – это минус единица. Это 12 минус 30 минус 18. Вот, 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 вот. Хорошо, хорошо. Со вторым, ну, со вторым совсем легко, потому что все, что нужно сделать, это раскрыть скобки и отдельно вычесть действительные части. Отдельно мнимые. Это 3 плюс и. Просто-напросто. Давайте, кстати, это попробую я сейчас проиллюстрировать. Ну, чтобы закрепить прошлое, эти самые, прошлое занятие. Значит, здесь я, как всегда, буду изображать действительную и мнимую части на плоскости. И давайте я изображу сначала число 7 минус 2 и. 7 минус 2 и это вот здесь. Я даже к нему отрезочек прочерчу. А здесь 4 минус… Ну, давайте я лучше минус внесу. Минус 4 плюс 3 и. Минус 4 плюс 3, оно вот здесь. Значит, пока что получилось? Мы знаем результат. Получилось 3 плюс и. Давайте я украсник им нарисую. Значит, вот это минус 4 плюс 3 и. И вот это 7 минус 2 и. А красненький у меня 3 плюс и. Значит, ну и пока наблюдение, да, наблюдение, которое вам очень сильно поможет в 9 классе. Если я построю, вот возьму вот этот вот отрезочек, параллельно вот сюда перенесу. А вот этот отрезочек, вот это второе число, параллельно построю вот отсюда. Ну, то есть, построю параллелограмм на вот двух сторонах, да, вот этот левый векторочек и снизу который. Я на них строю параллелограмм. То сумма комплексных чисел, это как раз диагональ параллелограмма. Вот. Вот это замечание, это вам прямо надо будет. Вот. Ну, хорошо. Теперь давайте разбираться с делением. Значит, смотрите, у вас есть число единица плюс и. Вам нужно поделить, я запишу эту дробью, на единицу минус и. У вас, по сути, алгебраическая дробь. Значит, смотрите, делить на комплексные числа мы не умеем. Это очевидно. Следовательно, нам нужно сделать так, чтобы нам не пришлось делить на комплексные числа. Как это сделать? Метод называется исключение иррациональности знаменателя. Значит, исключение даже мнимости в знаменателе. Смотрите, я домножу числитель и знаменатель на число единица плюс и. И внизу раскрою скобки. Я имею право, мы помним, я имею право домножать на числитель и знаменатель. Числитель и знаменатель на одно и то же число. Значит, раскрою скобки сначала. Значит, в числителе я получу единица плюс и в квадрате. А в знаменателе я получу... Давайте перемножим и посчитаем. Единица плюс и на единица минус и. Это единица минус и плюс и минус и квадрат, то есть плюс 1. В знаменателе у меня, я не знаю, как у вас, получилось только двое. Просто двоечка. А почему? А почему я так домножил и получилось двоечка? Да потому что я домножил числитель и знаменатель на комплексно сопряженное к знаменателю. Предомножение на комплексно сопряженное у меня по умолчанию, по определению, получается вещественное число. Таким образом, смотрите, вместо того, чтобы делить на комплексное число, я свел эту дробь просто к умножению, грубо говоря, на комплексное число. То есть вот то, что слева единица плюс и на единица минус и, это то же самое, что и плюс 1 в квадрате делить на 2. Но давайте досчитаем и плюс 1 в квадрате. Заметьте, просто квадрат комплексного числа, это не есть вещественное число, да? Вещественное только число на его комплексно сопряженное. Значит, если я возведу единица плюс и в квадрате, то есть умножил единица плюс и на единица плюс и, у меня получится 2 и, ну и надо поделить на 2. То есть получится просто и. Проверяйте меня, прав ли я. Значит, 1 плюс и умножить на 1 плюс и, это 1 плюс и плюс и минус 1, то есть просто 2 и. Итого в сумме и. Если я поделю 1 плюс и на 1 минус и, то получу и. Вот такой совершенно контринтуитивный ответ на самый вопрос. Вот, но тем не менее это делается так. Пожалуйста, на основе вот этой техники, домножение на комплексно сопряженное, посчитайте, пожалуйста, вот то, что внизу написано, вот это 40 плюс и делить на 3 минус и. Попробуйте также домножить эту дробь на комплексно сопряженное к знаменателю и раскрыть везде скобки. Задание понятно, да, я надеюсь? Товарищи, я не вижу вашей реакции. Мне скучно и одиноко. Продолжение следует... Так, кто-то начал что-то писать, но не увенчалась успехом, да, эта ситуация. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, разделить на 39 плюс 1 плюс... Сейчас, погодите. В примере, в примере, самая нижняя строчка, вы должны числитель и знаменатель умножить на 3 плюс и, на комплексно сопряженное к знаменателю. Тогда в знаменателе получится просто вещественное число, а вот числитель надо будет посчитать. Давайте вместе. Значит, по дефолту это 40, запишу в виде дроби, плюс и делить на 3 минус и. И я что сделаю? И я, так же, как и в прошлом примере, я домножу на комплексно сопряженное знаменателя. 3 плюс и... 3 плюс и... И числитель и знаменатель домножил на 3 плюс и. В знаменателе я точно знаю, что получится. Вот по этой формуле. Сумма вещественной и мнимой частей. В знаменателе 10 получится. 3 в квадрате плюс 1 в квадрате. А вот то, что получится в числителе, вот это разговор. Значит, в числителе я должен умножить. Теперь, заметьте, я опять свел к умножению. 40 плюс и я должен умножить на 3 плюс и. Значит, 120 плюс 3 и плюс 40 и минус 1. Это 119 плюс 43 и делить на 10. Вот такой результат. Да, 119 плюс 43 и делить на 10. Еще раз, я домножил на комплексно сопряженное. К знаменателю. Я домножил числитель и знаменатель на комплексно сопряженное к знаменателю. То есть, давайте в общей форме еще раз напишу. Если у вас есть там два числа z1 делить на z2, то вы должны умножить числитель и знаменатель на z2 сопряженное. Тогда в числителе у вас получится z1, z2 сопряженное, в знаменателе вещественное число. Это то, что касается сведения, да, умножения к делению и так далее. Хорошо. К этому мы еще вернемся. Значит, давайте теперь поговорим снова о квадратных уравнениях. И я вам дам некий последний в этот раз практикум по их решению. Сейчас, извините, пять секунд. У меня занятие. Я сказал, не звоните. Итак, практикум по квадратному уравнению. Значит, я предлагаю вам решить следующие квадратные уравнения. 2x квадрат минус 5x плюс 5 равно нулю. x квадрат плюс 6x плюс 10 равно нулю. x квадрат плюс 2x плюс 3 равно нулю. Значит, вот эти три уравнения, пожалуйста, решите и скажите мне ответы. Извините я. Продолжение следует. Извините, я сделаю его и решить, не знаю, как делать всё. Да, надо решить все три и сказать мне корни. Продолжение следует. 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 У последнего, точнее, одного уравнения. Ну, это сомнительно. Сейчас, секунду. Значит, 4 минус 12, да? А, минус 2, да. Ну, корень из 8 еще, давайте упростим. Корень из 8 – это 2 корня из 2, правильно? Тогда можно будет сократить. Значит, что я имею в виду? Корень из 8 – это корень из 4 умножить на 2, то есть корень из 4 умножить на корень из 2, то есть 2 корня из 2. Упрощайте и говорите тогда ответ. Угу. Минус 1 плюс-минус корень из 2 и. Да, все правильно. Значит, и теперь хочется мне так уже напоследок дать пару замечаний по поводу этих самых корней. Значит, заметьте, пожалуйста, что 2 корня квадратного уравнения по определению, 2 корня квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом, да, те, которые комплексные числа, они получились комплексно сопряженными друг к другу. Почему? Смотрите, первый, второй и корень, и второй корень, первый корень и второй корень отличаются только знаком мнимой части, а значит, они по определению комплексно сопряженными. Почему так? Откуда это видно вообще сразу же? Смотрите, у вас корни комплексные. Так? Так. А коэффициенты уравнений, коэффициенты А, В и С перед Х квадрат, перед Х и свободный член, они вещественные. Правильно? Правильно. Что отсюда следует? Коэффициенты уравнения? Вещественные. Корни комплексные. Вот чисто, чисто комплексные, да? Значит, если работает теорема Виетта, а теорема Виетта должна работать, то есть все еще произведение корней, произведение корней у вас равно там чему? Последнему члену, да? Сумма корней – это минус второй член. Единственный шанс, единственный шанс, что так произойдет, что вот это равно минус В, а вот это С. Чтобы произведение комплексных чисел и сумма комплексных чисел были числами вещественными, были числами вещественными, единственный шанс для этого – это иметь Х1 с комплексно сопряженной Х2 и Х2 комплексно сопряженному Х1. То есть они всегда дадут в произведение вещественное число, поскольку они комплексно сопряженные. Их сумма, да, а сумму-то мы с вами забыли написать, сумма числа и его комплексно сопряженного – это просто удвоенная, мнимая, и удвоенная действительная часть. Правильно? Если вы сложите А плюс и Б плюс А минус и Б, вы получите просто 2А. Вот. Таким образом, видите, то, что у нас получилось, весьма по себе логично и законно, ну, потому что только комплексно сопряженные друг к другу два корня дадут нам выполнение терема Виета, которая должна выполняться. Как мы теперь можем расширить сферу применения терема Виета на уравнение с отрицательным дискриминантом? Да, то есть то, которое в действительных числах корней не имеет. Другое дело, другое дело, что терема Виета здесь плюс на минус бесполезна. Плюс на минус бесполезна. Потому что вы сможете так узнать только вещественную часть, вещественную часть корня. Не, ну, то есть, смотрите, да, можно так искать. Смотри, можно искать, но это сложно. Значит, допустим, вот в этом уравнении я вам скажу, что Х1 плюс Х2 равно минус 2, Х1, Х2 равно 3. Памятуя, что корни комплексно сопряженные, вы мне можете сразу сказать, Значит, что удвоенная реальная часть от корня – это минус 2, а квадрат реальной части, действительной части, плюс квадрат мнимой части – это минус 2. Ой, это 3, да, простите. Это прямое следствие из теории Мвиета. Вы можете это использовать, решить вот эту систему уравнений. Да, то есть подставить сюда единичку, найти, что мнимая часть – корень из 2. Отсюда же точно так же получается решение, да, что действительная часть – это минус 1, а мнимая часть – это, собственно, корень из 2. Вот и получается корень минус 1 плюс корень из 2, а второй должен быть сопряжен. То есть теорема Мвиета все еще здесь работает, однако ее применение оказывается достаточно проблематичным. Так, ладно, я сегодня новое начинать уже не буду, оставлю это на сладкое на следующую неделю. Сегодня тогда спасибо за занятие. Попрактикуйтесь еще, если чувствуете себя неуверенно, порешайте еще квадратных уравнений, просто напридумывайте все, что в голову придет, и порешайте. У каких-то будут корни в действительных числах, у каких-то корней не будет в действительных числах, но будут чисто комплексные. Вот. Все. Спасибо за занятие. Увидимся через неделю.